Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 26 марта 2021 года. И перед вами мой брат Юрий Владимирович Железов, молодой садовод, начинающий 6 лет назад посадил первую косточку, получил урожай, пусть небольшой скромный абрикосов, потом еще к ним прибавились персики, но еще не плодоносят. И вот он пережил 42 градуса мороза, он и его сад пережил, и плодоносит. И вот получилось так, что я уже на исходе, мы оба отметили недавно 70-летний юбилей, оба. Вот, но этот мой брат полон сил и однажды вступился за меня. Вот, и вышла большая-большая драка. И в этой драке выявили, что нет середины. Нет. Брат вступился за меня в том плане, что он абсолютно убежден, как я, что у деревьев нет лишних веток, и калечит их эта многочисленная болезнь. И вдруг оказалось, что все наоборот, и мы оба с ним почти, ну, слово «дурак» не произносили, но близко к тому. Итак, значит, назовем, наверное, этот фильм или серию фильмов «Последний поклон» от Железовых. Итак, это, я благодарен своего брату, потому что, по-моему, мы сейчас вернемся в удивительный мир садоводства. Вот. Он пожалел деревья, он вступился за них. И мне пришлось, как уже, знаете, когда победить не можем, враги почему-то озлоблены, не умея вырастить то, что выращиваем мы любители. Поэтому пришлось включаться мне в эту, нет, не в борьбу. Вот. Есть сайт или сайт или канал Андрея Туманова, уважаемый мной человек, напечатал многому. А он же главный редактор крупнейшей газеты «Ваши шесть соток», он же главный садовод России, председатель Союза садоводов России, он же депутат Косдумы. Вот. И он печатал, он меня печатал, напечатал до того, что мне присвоил звонила варианта. Помню, 15 тысяч премий, поэтому от него. Вот. Множество гонораров, я до сих пор ему благодарен. Но, чем хорошего сайта? Ничего не истирается, ничего. Мнения разные, противоположные, где-то близко к насмешкам, к оскорблениям. Поэтому давайте придется немножко встать на сторону брата. Почему? Сейчас убедитесь. Смотрите, какие у нас оппоненты. Итак, я еще... Так как они будут выглядеть довольно бледно, я решил их пожалеть. Вот. Завод их Наталья и Ольга, они делают погоду на этом сайте. Они уважаемые ученые, они уважаемые садоводы. Вот. И они не виноваты, что, на мой взгляд, все их работа... Вернее, работа у них может быть другая, вот, чем, допустим, персики, яблони, груши. Но видно, что они научены раз навсегда переучиться не способны. Но их отрицание очевидного дает мне возможность и моему брату пропагандировать, причем успешно, причем ясно, что мы победим. И что ясно, что если бы потом была бы создана специальная комиссия, ведь я не последний человек в садоводстве. Меня считают лидером любительского садоводства всей России. Вот. И они тоже не последние люди в садоводстве. Тем более, посмотрите, как они о себе отзываются. Вот. Кто бы нас рассудил, к сожалению, нас рассудить может только одно. Но наши сады добиваются, Юрий Владимирович, мой брат от них, фотографии их садов. И пока безуспешно. Пока безуспешно. Ну, а мое вы увидите. Итак, Наталья. Мне это неинтересно. Я кандидат наук. Вот это вот очень, я считаю, неправильно, Наталья. Вот. То, что вы кандидат наук, это не значит, что вы знаете все. Вот. И поэтому я в этот момент скажу. Я сейчас не помню точно. Сейчас мне пришлет, будет продолжение фильма. Короче говоря, короче говоря, вегативная гибридизация, там упоминается в цитате Лысенко, Мичурин. И последняя фраза, страшный приговор. Это она, Наталья и Ольга, кто-то из них, представляет официальную науку. Вегативная гибридизация, тире, лженаука. Вот тут-то и остановилось развитие садоводства. Нет, не вы остановили. Вам били в эту голову, ведь вы же гордитесь, что вы деморезики. Поехали дальше. Итак, это не научный спор. Я кандидат, значит, ты дурак. Перевожу, да? Вот. А неинтересно, кандидат наук не может быть неинтересен, лучший сибирский сад. Не может. Потому что все это надо уже, когда что попало на север, оказались лучшие сорта в России и мире, и перенести обратно в Европу, а мне неинтересно. И вот это вот тоже. Это не красит вас. Так не ведут себя ни кандидаты, не ведут себя ни академики. У меня шикарное образование. Человек с умным видом несет чушь. Это ваша фраза. Он металлург. Это я металлург. То есть все. Я кандидат, он металлург. А то, что вы не смогли вырасти, то, что смог металлург, это не аргумент. Смотреть его фото. Еще чего. Ладно, ребята, показываю еще раз. Мне неудобно. Я потом покажу сотни, только абрикосы в сотни фотографий. Ну, пока так коротенько, коротенько. Извините те, кто меня уже видел. Вот. Это мой сайт, на который они не хотят заглянуть. Я абсолютно уверен, что все видели. Сама мысль невыносима, что это невозможно вырастить, потому что надо все делать по-другому. И обращаться к железовым за косточками, которые они... Вы знаете, там ниже будет. С культурной косточки вырастет только этот дичок. Это на полном серьезе они утверждают. Вы представляете? Не имея представления, вот с этих косточек вырастет дичок. Вот это и есть современная наука. Да? Вот. Вот с этой вот тоже вырастет. Уже вырастили без вас. Ведь одно из этих... Ладно, пусть будет несколько серий, друзья. Одна из них будет посвящена фотографиям в чужих садах. Только учтите, Ольга с Натальей, если все-таки... Как знаете, иногда есть такое подглядывание из-под тишка. Не признайтесь никому, ладно. Но если все-таки загляните туда, не забудьте. Таблетку Валидова. Лучше две, лучше три. Вот. А пока вот это так, знаете. Вот. Не-не-не. Мы ездим на Запорожье. Мы не то, что Мерседес не купим. Мы даже в его сторону смотреть не будем, потому что у него колеса квадратные у Мерседеса. Вот. И он все равно никуда не поедет. Ну. Вы знаете, что все эти фотографии, большая часть, украдено... Я железом утверждаю, мне запретили богом клясться, что проверено на нескольких... Ну, я уже так, все равно это легко проверяется. На нескольких сотен сайтов, торгующих саданцами, некоторые называют, еще есть там через тире, не просто производственные, а еще и научные, мои фотографии. Вы наверняка следили, наверняка вы уверены, что знаете. Сотни сайтов, сотни присвоили мои фотографии. Вот эти, вот эту, вот эту. Вот. Вот где ученый, смотрите. А он-то нос не воротил. Это знаете кто? Это Дускобилов, Турсун-Пулот. На тот момент, когда мы фотографировались, заместить... Ой, не заместить. Заведующий лаборторист Абаканского, Института Аграрных Проблем. Ну, что вам еще надо? Ну, позвоните ему, скажите, а что, правильно, что Железов тот проходимец, аферист? Ну, ему, ходите, я телефон его дам. Вот. У меня был случай, когда началась серия нападок, вы не первая. Потому что людей вот такие же, как вы, с шикарным образованием, злоба разбирает. Вот. Я позвонил ему и говорю, это было уже, уже когда он на пенсию вышел. Я говорю, это, Турсун, тебе сейчас никто с работы не снимет, ты на пенсии. Будут звонить, будут спрашивать. Вот. Или это будет публично, где-то на сайтах, на каналах. Вот. И могу я сказать, и давать ваш телефон, чтобы вы подтвердили, что я не аферист, что это все правда. Он сказал, да, конечно, Константинович. Конечно. А что ему бояться-то? Вот. Ладно. Повлюбовались? Полюбовались. Это всего несколько лет. Раз, два, три, четыре. Всего пять. Это все несколько лет. Так. И что теперь? Возвращаемся к вам. Вы, я заступаю за своего брата. Вы из него хотели сделать дурака. Типа, чего ты суешься, это самое? Вот. Цепляешься к каждому слову. Смотрите. Я профессионал, ученый-селекционер. Думаю, не стоит знавать. А, знать, 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 знать. Ну, это, ладно, моя отпечатка. Вот. Ну, и тогда уже возникает вопрос. Этот вопрос им несколько раз все время задает. Они же отвечают, они злятся, они накидываются на него. А у него, а я ему научил, говорю, Юра, Юрий Владимирович, спрашиваю, где сайт, где сад, где плоды персиков, черешин, абрикосов, шелковиц, слив. И Юра обратился ко мне, в смысле не так, он попросил Наталью, ну, пожалуйста, ну, к Железову обратитесь, и его вы же, я же не могу ответить на многие вопросы. Пойдем, найдите, а Железов ответит. Кстати, Железов не такой же дурак, если туда думают, что генетика, что-то сверхсложное, что-то невозможно понять, студент может понять, прочитав пару учебников, а Железов не может. И так, Наталья ответила Юрию, не надо, не надо, это все задокументировано, это с этого, с сайта Туманова, уважаемого мной, подчеркиваю, Андрея Туманова, он мне, кстати, книгу подарил, во, я горжусь, был звонок от этого, от его помощника, когда серия книг, серия статей моих была напечатана, вы их читали, нет, а, Наталья, Ольга, и мне брал предложенную путевку, кажется, в Тунис, я, правда, отказался, растерялся, я жары не переношу, я в поездах теряю сознание, вот, представляете, вот, но сам факт уважения со стороны Андрея было, и так, не надо, не надо вопросов, у меня, к нему нет, в генетике разбираюсь, мне плохо, я профессионал, это не я, вот эти вот, это так и было, ученый-селекционер, в Росреестре под моим именем, зарегистрированных 6 сортов, чего, ну-ка, люпина, и что, накормит люпин страну, так вот, и мы избавимся от отравленных фруктов, если бы вы стали на мою сторону, хотя бы Наталья, мы бы такого с вами сотворили, почему, но ведь, Наталья, есть Ваулин, на тот момент, когда мы с ним общались, директор МИАСского института, часть университета, это самое, или академии университета, Челябинского, Александр, запишите, Юрьевич, Ваулин, вот, надо было здесь показать, но я потом покажу, ладно, будет серия фильмов, вот, что он вырастил из моих этих самых, он из моих полудикарей, манжурцев, вырастил культурные, как, опыляли их, рядом стояли, это моя, не догадка, а доказательство, рядом были Королевский, Манитоба, Амур, и еще несколько, чуть дальше, вот, что получилось, чудо получилось, вот сейчас будет через 15 лет, у меня записывают по 3 суток, вот, я найду, все-таки покажу сразу, но не удержусь, не удержусь я, поймите меня правильно, вот, то, что вы говорите, это все на самом деле неправда, все наоборот, не вырастает из культурных дикарей, из моих не вырастает, наоборот, из моих полудикарей, манжурцев, манжурцев патриарха, вот этот, все сенсы из-под него, были выкопаны, прям с дерна, вот, отправлены в Челябинск, в МИАССКИ институт, и, получили скульптурное, я вам покажу, и слова, кроме трех, а вы, там их несколько десятков, все, сладкие, вы понимаете, это слова Ваулина, проверять будете, нет, вам надо проверить, потому что вам надо отказаться от самой идеи, от того, что было вбито в вашу башку, шикарного образования, понимаете, еще не поздно, я, честно, я специально, я не стал глядеть на ваш сайт, я не хочу знать, сколько вам лет, потому что, я начал, 51 наш, вышел на пенсию, ой, ой, господи, что я, это 51 год, да, в 2005 году, сожгли мой маточный, и, подчеркиваю, промышленный сад, 5 гектар, так, одних яблонь только, 1650, уничтожили, вот, кстати, мордой мне тыкаете, вы какое имеете право мне мордой тыкать, что я дорого продаю, люди с десятка, двух десятков, моих косточек вырастили, шикарные сады, Ваулин тут вообще чудо совершил, а вы знаете, я потом боюсь, забуду сказать, что его теперь, методология, его этих самых, так называемых, то, что он уже называет это, его научный труд кардинальный, он за мной пришел к этому мнению, не поливать абрикосы, не удобрять, не обрезать, не пересаживать, результаты увидите, для науки это были страшные рекордные урожаи, 40 до 70 килограмм с дерева, это мои деревья, и у вас они были, Наташ, Оленька, а давайте по-хорошему, по-простому, по-советски, о нет, по-по-по-по-доброму, давайте и вы вырастите, я не знаю, сколько вам лет, за некоторые, я подчеркиваю свой возраст, 51 вышел на пенсию, занимался только промышленным садом, собирал материалы, все это было, вот, правильно говорите, из чужих садов, а откуда, откуда можно еще, из воздуха, Наташ, из воздуха можно, Оля, из воздуха, что ли, можно получить, эти самые, косточки, черенки, я никогда, готовый саженцы, один раз привез это, грецкий арест, Украина, сразу замерз, я никогда саженцы чужие не брал, не использовал, косточки, да, они не из воздуха, вы понимаете, нету в воздухе, они это, и не с рынка, где южные, эти самые, по-двои собирал, я потом, вы же меня зацепили, как, мне придется вам еще рассказать, как я собирал по двое, из сибирки в лесу, а, у кого я, это самое, украл, занял, купил, сибирки из леса, уссурийские груши, из заброшенного дикого сада, которому, уже, это, и охрану сняли, вот, китайки, это, зараза, в каждом саду у нас росла, волосы вишни, в каждом саду росла, как мы уже тыка, тем, что где-то, у кого-то взял, я вот понять не могу, а как начать-то, другое дело, что не остановиться, а найти несколько агроприемов, которые делают так, я уже завелся, 30-40 грамм, новое поколение, при особых условиях, говорить не буду, я уверен, что вы все знаете, только от злости локти кусаете, собственно, через поколение, 50 грамм еще, 70 грамм еще, и о Мичуринске, и абрикос написано было, ветка, абрикос Мичуринский, до 110 грамм довел, мне что-то график, то ли, 113, вы понимаете, доведите, а ведь это же агротехника, это надо знать, девчонки, вот, помните выражение, как переводится на украинский, про летарий всех стран соединяйтесь, сказать, хлопцы, гоп до кучи, давайте перенесем к этим садоводам, садоводы, гоп до кучи, хватит, это самое, отрицать, отрицаемое, уже ли завонят абрикосов, так, поехали, не надо, не надо, ну, уже заработали, получайте, не надо, не надо, вопросов к нему у меня нет, генетике разбираюсь неплохо, вот, дело в том, что генетика, она делится на теорию и практику, извините, то, что я делаю, оно генетике не противоречит, сто раз говорил, когда я выбираю самую, по методу же, самую разостойкую почку, я не лезу в генетике, их сто, а мне надо одна, ну, дошло, нет, геном не тронут, все цело, никаких ДНК не лезу, я не лезу, как вы туда, с кислотой, я не лезу, как вы туда, с этим самым, с радиацией, жуть какая, с ядами не лезу, а то потом читаю на сайте, вот, ой, ладно, а это постепенно все пройдем, и так, вы ученый, селекционер, если вы настоящий профессионал ученых, вы теперь без железа, вы не проживете вообще, нету дальнейшей пути, ну, так получилось, я тропу проложил, в снегу, в метровом, лыжню, идите уже по ней, и так, шесть сортов люпина, и это самое, шикарных урожаев, а, шикарных урожаев, железов не видел, а таких, на фото и видео, ну, какой вы ученый, если вам трудно, смотрите, я вас, ну, ладно, помогу, спасаю вашу эту, вот, слепоту, сейчас вы, три русских слова, сайт, запоминайте, садовода, железова, сайт, садовода, железова, на всякий сутераза, записывайте, сайт, садовода, железова, в Яндексе, хотя бы, ну, я всегда с Яндексом работаю, и вы на том самом сайте, который я несколько лет назад показывал, и вот увидите, количество видео, сделанное с моими помощниками, сказать, сколько, я понимаю, посмотреть невозможно, скоро будет, уже, по-моему, около двух тысяч, вы можете себе такое представить, а, и все, чтобы до вас дошло, не видел, так тогда и пишите, шикарный урожай железовый, не видела, шикарный, у меня все мировые, ой, все российские, по колонавиткам, мировые рекорды, вот, по урожаю, по российские, ну, как вам сказать, что такое предельный урожай, это когда в мои фотографии смотришь, это ужас какой, я сам не верю, усипну себя сейчас, вот сейчас щипаю, а это ранетки, хе-хе-хе, хе-хе-хе-хе, хе-хе-хе, они, ну, посмотрите, шикарный урожай желез, я не видел, ну, скобках, допишите, не хочу видеть, Ольга, из сортовой косточки сортовой абрикос, ну, извините, эти самые, за грамматическую ошибку, из сортовой косточки сортовый абрикос не вырастет. Только жердель. Страшнейшее заблужнение. Дичайшее заблужнение. Вот. И апофеоз. Изучая люпины, отменить самого Мичурина. Представляете, с помощью люпины. Вот. Последняя фраза в том вегетативной гимнализации лженаука. Я сейчас, может быть, это, все-таки, я, смотрите, я быстро не могу уже, нет, нет. Уже надо в деревне там работа уже кое-какая это самое. Вот. Не могу я ведь целыми днями, как зимой сидеть за компьютером и сотнями фильмы делать. Вот этот фильм вам пошлет первый же. Вот. Он его обработает, сделает музычку, красиво все. И пошлет его, и напишет. Первая серия. Название придумаем. Или там ваши фамилии упоминать, трепать нет, не знаю. Или ученым ученым посвящается. Ну, что-то придумаем, так. Для чего это надо сказать? Вот. Вы просмотрите вот эту первую часть, она закончится через пять минут. Ну, через каждые 30 минут он прекращается. Ну, может быть, две части. А потом, Константинович, дальше не надо, ради Бога. Вот. Все, все, будем дружить. Все, все. Посмотрим ваши эти, изучим. У вас вроде бы что-то здравое есть, знаете, так пылинку у меня с плеча, так сдуйте. Вот. А пока, пока этого не произошло, значит, Юра, Юрий Владимирович, пожалуйста, я, когда я прямо с сайта с этого, где вы сцепились, я копирую, у меня все сразу это не берет, то есть копируется, а потом я не могу, я закрепляю, не закрепляется здесь. Вот. Пожалуйста, цитату мне, ты опытный компьютерщик, пусть тебя выставляют неопытным садоводством, но компьютерщик-то ты от Бога. Вот. Пришли мне в виде уже готовые этой самой. Уже скопировано. А я себе скопирую. Вот. И там будет вот эта фраза. И мы с вами будем изучать все, что относится к Мичурину, к Железову. Где да, где нет. Вот. Где контра. Посмотрим. Вот. А пока я очень надеюсь, почему на сайте прозвучало и никто, не сам Туманов, никто не заступился за Мичурина. Вот это последняя фраза. Вот это. Вот там. Пришли мне ее. Вот. Пожалуйста, я прошу, чтобы я когда буду, потом я же это делаю как ну как папки или не папка, а как называется-то. Вот. И когда надо будет ее выключить, она не выключается, пока не сотрется все это. И получается так. Есть время, девчонки, думайте. Ведь я же вас выставлю в таком свете. Итак, поехали дальше. Надеюсь. Вернемся к Мичурину. Вам так трудно будет это. Потому что знаете как? Мичурин очень сложный. Он очень сложен. Его почитать вот сразу раз в фразу не понял. Вот. Вот. И потом уже вникать начинаешь, потому что очень сложный язык сам по себе. Это я служу переводчиком для многих. Вот. То есть упрощаю текст, как тот Чукча. Че вижу, а то пою. Вот. И у меня нет в статье. У меня рассказы есть. И вот получается, что для вас мы это все организуем. Так. Поехали дальше. Вот эта статья с нее начнется следующий этап. Почему? Потому что когда-то девчонки вам все равно но если вы захотите действительно что-то оставить после себя, не только отрицание того, что очевидно, не только вред, который вы приносите. Знаете, еще почему? Когда вы сцепились еще, мне осталось две минутки, запись отключится, когда осталось, когда еще вас упрекнули в том, что вы калечите деревья, вы в ответ такого понаписали вы за меня написали вранье чистейшее и это придется никуда не действовать у меня будет еще несколько фильмов наверное там сотни фотографий если увидите вы откажетесь от этой страшной вещи когда у деревьев есть лишние ветки а значит лишние листья которые являются для всего дерева они являются с солнечными батареями а это значит что на дереве неважно плодоносящая ветка смотрит вверх смотрит вниз все что вы приговорили смотрит внутрь скелет искусственный который уничтожает часть дерева дебильный все это за деревья за деревья ступился Юрий Владимирович разве можно было так отвечать по принципу сам дурак возьмите бумажку напишите потом чтобы зазубрить потому что вы же шикарное образование оно это отрицает у дерева нет ни одной лишней не только ветки нет ни одной лишней листика с этого пляшем и если делаем обрезку то в самом крайнем случае и мы будем об этом говорить говорить и говорить уже не вам следующему поколению студентов когда-то эта дурь прекратится с лишними ветками все друзья первая серия закончена она была эмоциональная еще бы вот это очень страшно когда в таком тоне ведется беседа с одной стороны мы кандидаты наук а тут какой-то этот самый новичок а его брат какой-то металлург вот только аргументы эмоции закончились будем работать вот пока прощать нет ой что вы прощаете до свидания надеюсь все-таки вас достанут другие садоводы заставят хотя бы посмотреть в каком находится плачевном состоянии наука которую вы так превозносили ах плодоносит всю Россию научили уничтожать деревья плодоносит измерить мясо с с ys